так прошу строго не судить превращение электроника или полуавтомата систему с вежливым названием что нам потребуется для этого нам потребуется штуцер со скрученным коннектором сверло на 4.2 сверло на 4.2 есть и метчик m5 то есть если сделать чтобы сделать все красиво нам понадобится это а также установочный винтик m5 под внутренний шестигранник и так берем кисочки еще берем две деревяшки дабы не повредить резьбу в эти две деревяшки аккуратно зажимаем штуцер штуцер зажимаем таким вот образом то есть при сжатии резьба повреждена не будет стараемся сделать его параллельно земле это важный момент важный аспект он нам поможет потом работать итак я зажал штуцер повредить я его не могу беру сверло 4.2 на большинстве штуцеров уже есть отверстие 4.2 но если его нет то нужно пройти внутреннюю часть сверлом 4.2 я символизирую это прохождение на большинстве штуцеров сразу есть 4.2 но на некоторых есть три с половиной отверстия то есть разница это никакой особой не да не имеет вот ну как бы как делалось так и делалось если у вас 4.2 вам здорово повезло поэтому берем просто меч и кольцо немножко смазываем и спокойненько проходим я держу инструмент параллельно во всех направлениях штуцеру на глаз делаю конечно и за несколько заходов можно конечно взять нормальный инструмент для держания штуцера нам нужно заглубиться примерно резьбой сантиметр в принципе готово все штуцер готов к установке установочного винта под шестигранник и превращению нашей системы электроник или полуавтомат в систему свежливым ножом то есть у вас остается все тот же штуцер сейчас я его проду иску обязательно его промыть после этой процедуры берем ключик для шестигранника и так превращаем электроник или механик полуавтомат в систему свежливого носа берем да и вкручиваем вот этот шестигранник с этой стороны когда вы его вкручиваете до упора то тем самым ограничиваете или регулируете поток воздуха через штуцер чуть ослабили воздуха пошло больше чуть поджали воздуха пошло меньше резьба то там кончается собственно это и определяет скорость срабатывания мозга единственное на что хочется обратить внимание это когда у вас нос уже выдвинулся в системе рабочего давления может и не быть на это время на это требуется какое-то время несколько секунд поэтому очень уж увлекаться зажиманием потока воздуха не надо чтобы так вот нос у вас прям вот так вот выезжал но если он выезжает вот с такой примерно скоростью то буквально две-три секунды после того как он выехал и система готова к стрельбе там нормальное полноценное давление все собственно ждем он ждем вот